В районной администрации прошло совещание, на котором обсудили итоги реализации государственной программы «Социальный контракт». Данная программа направлена на поддержку граждан с низким уровнем дохода. Она дает возможность семьям открыть свой бизнес, заняться личным подсобным хозяйством или пройти переобучение. Одним словом, помогает человеку найти дело, которое будет приносить доход. Подробнее о данном виде государственной помощи и как ее получить мы расскажем в следующем материале выпуска. С этого года во всех регионах страны заработала программа социальных контрактов, благодаря которой граждане на безвозмездной основе могут получить до 300 тысяч рублей на открытие своего бизнеса для развития личного подсобного хозяйства или на трудоустройство и переобучение. Главное условие – доход человека не должен превышать прожиточного минимума. Бюджет на реализацию данной программы в этом году на территории нашего района составляет более 25 миллионов рублей, на которые может быть заключено 267 социальных контрактов. А это значит, что 267 граждан смогут получить действенную помощь от государства на выход из трудной жизненной ситуации. Соцконтракт – что это такое? Это договор. Это договор между гражданином и управлением соцзащиты, в рамках которого управление предоставляет материальную поддержку, а гражданин обязуется принять активные действия по выводу своей семьи из трудной жизненной ситуации. То есть государство дает возможность людям не просто получать материальную помощь, как это было ранее, а сподвигать их на активные действия по преодолению этой трудной жизненной своей ситуации. Это трудоустроиться и повысить денежные доходы, легализировать свою трудовую деятельность через регистрацию в налоговом органе. У социального контракта четыре основных направления использования. Первое направление связано с содействием занятости. Задача – помочь найти работу. Если для этого необходимо пройти переобучение или повышение квалификации, то за счет средств социального контракта такая образовательная программа будет оплачена. Как только человек приходит в центр занятости и регистрируется в качестве безработного или в качестве поиска работы, центр занятости сразу направляет его к нам в управление. В управление мы смотрим его доходы. И если человек имеет доходы ниже прожиточного минимума на этот момент, мы сразу же человеку предлагаем помощь в размере 12 298 рублей. То есть пока человек ищет работу от центра занятости, он может ее искать до полугода, эту работу, он у нас сразу, единовременно получает такую хорошую материальную поддержку – 12 тысяч. Далее человек наклонит работу и уже трудно устраивается. И в течение трех месяцев мы уже этому человеку все равно продолжаем платить эту помощь 12 298 рублей. Квоты на трудоустройство по социальному контракту могут воспользоваться 133 жителя нашего района. 76 уже получили помощь от государства. Эта работа будет продолжена. Еще одно направление использования социального контракта – это индивидуальное предпринимательство или самозанятость. Стартовый капитал на открытие бизнеса выдается безвозмездно в размере 250 тысяч рублей. В нашем районе такой помощью воспользовалось уже 7 человек. Славянцы открыли парикмахерские и фотостудии оказывают туристические и бухгалтерские услуги. Квота на данный вид помощи закрыта, но если будут желающие, их заявления будут обязательно рассмотрены. Самая большая квота по социальным контрактам выделена гражданам, желающим заняться личным подсобным хозяйством. Им будет выделено 100 тысяч рублей на приобретение кормов, техники, рассады, птицы или строительство теплиц. Из 46 социальных контрактов, которые нам определены ходой, у нас мы заключили 10 социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства. Значит, один житель Анастасийской у нас приобрел бурлеров, корма. Два жителя Петровского поселения приобрели теплицу, мотоблок. Черноярковский один на выращивание птицы взял деньги. У нас активно тут Маевское поселение, три гражданина Маевского сельского поселения. Один на выращивание крупного рогатого скота, семена и корм, сено и корм. Другие двое взяли на мотоблок, семена, поливочный материал. Два жителя Закойского сельского поселения на приобретение кубатора, приобретение птиц, утят и кормов. Один житель прибрежного сельского поселения на установку теплицы и выращивание клубники. Обязательное условие, чтобы получить помощь на развитие личного подсобного хозяйства, доходы не должны превышать прожиточного минимума, а земля должна быть оформлена под ЛПХ. К сожалению, многие обратившиеся за помощью по данному направлению получили отказ, так как не соответствовали требованиям. Однако, как заверили специалисты Управления соцзащиты, не надо сдаваться раньше времени и думать, что заключить социальный контракт – это сложно. В Управлении помогут со всем разобраться, сами запросят выписки необходимых документов, поддержат на каждом этапе. Программа будет действовать до конца года. Если у вас есть желание открыть свое дело или завести личное подсобное хозяйство, поспешите, времени остается не так уж много. Телефон Управления социальной защиты населения 413-94. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События». Очевидно. Продолжение следует...